Аркам ТВ представляет Получу ли я дополнительную награду, если буду носить восточную одежду, живя при этом на Западе? Наш Пророк, мир ему и благословение, одевался так же, как и остальные люди его народа. Он носил рубаху, поскольку все они носили рубаху. Поэтому представление о том, что определенная одежда каким-то образом является исламской, является не совсем корректным. Поскольку, куда бы ислам ни проникал, люди принимали ту одежду, которая была привычна в том или ином обществе, при условии, что она соответствовала правилам, установленным исламом. Ибн-Уль-Каим, знаменитый исламский ученый, сказал, что сонной для мусульманина является одеваться в одежду своего народа, насколько шариат дозволяет ему это. Поэтому, если в той или иной одежде нет чего-либо запретного, если она прикрывает аурат, если она просторная, то предпочтительным является одеваться так, как одеваются все люди. И это то, что Пророк, мир ему и благословение, говорил и делал. Некоторые ученые сказали, что, возможно, если вы носите кофты или пиджаки, то предпочтительнее немного расширить или опустить их вниз. А другие сказали, что даже в этом нет нужды. Но точно можно сказать, что не стоит носить одежду, которая выглядит очень странно, в том обществе, в той культуре, в которой вы живете. К примеру, надевать длинный камис и широкие шаровары в центре Нью-Йорка и думать, что вы получите вознаграждение за это. Лично я не поддерживаю это. Сунна в одежде – это одеваться так же, как одеваются люди в вашем обществе, и быть похожим на свой народ, насколько это возможно. Новые видео-лекции и поучительные истории на YouTube-канале и веб-сайте Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Выявляется Wahletом А.Кулак Schutz А.Кулакова